Телерадиоканал Страна.ФМ, друзья, и такого другого не будет один на всю страну. Здравствуйте, меня зовут Александра Хайрулина, это программа лучшая в стране, и здесь только лучшие люди, безусловные люди, которые занимаются очень главным для нашей страны. Встречайте, любите, жалуйте у нас в гостях, и я очень рада, что уже не впервые заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов. Владимир, добрый день. Здравствуйте. Естественно, многие уже понимают, понятно, департамент культуры, многие уже читали в наших анонсах о том, что ваш визит связан, ну, конечно же, в первую очередь с надвигающимся грандиозным праздником. 870 лет столицы, и, конечно, первый мой вопрос. Готова Москва к празднованию? Москва к празднованию готова. Сегодня уже на Тверской улице многие автомобилисты видели, что начинают монтироваться арт-объекты, декорации, потому что праздник будет большой, грандиозный, и в центре города. Но и самое главное, что мы посмотрели практику прошлых лет, мнение москвичей через портал электронного голосования «Активный гражданин», и многие москвичи хотели бы, чтобы праздник из центра приблизился в те районы, где они проживают. Поэтому у нас в этом году будет такая большая программа по качеству не уступающая центральным площадкам в всех административных округах, во всех парках. Не пострадают ли центральные площадки от этого? Нет такой силы на этой планете, что может помешать центральным площадкам во всей красе предстать перед москвичами и гостями нашего города в эти дни. Поэтому на центральной части города, в исторической части Москвы, на Тверской будут главные такие истории, самые интересные арт-объекты, и вся тематика празднования будет там раскрыта, и Тверская улица будет перекрыта вообще для движения автомобильного транспорта, начиная с пятницы, когда будет монтаж, и в субботу и в воскресенье она будет предоставлена москвичам, гостям города для того, чтобы погулять, посмотреть, что происходит. Ну, давайте тогда подробнее прямо начнем для тех, кто может быть как-то выпал или только из отпуска вернулся. Значит, празднование дня, где рождение города Москвы, смотрите, 9-го, 10-го сентября. Там уже в эти выходные, 9-го и 10-го сентября, Москва отмечает 870 лет. Центральные площадки, мы так с вами уже образно поговорили, это Тверская улица, где памятник первому москвичу Юрию Долгорукому и до Манежной площади и от Триумфальной. И на Триумфальной, кстати, у нас будет такая продолжается уже история с возрождением поэтических традиций у памятника Владимира Владимировича Маяковскому. Мы, ну, кто-то помнит, кто-то читал, что поэты-шестидесятники предпочитали собираться теплыми или не очень теплыми вечерами, тогда еще на площади Маяковского у памятника поэту и читать свои стихи. И мы эту историю продолжаем с Театром поэтов, с командой Влада Маленко, нашего Есенин-центра. И 9-го и 10-го числа у нас такая поэтическая Москва будет у памятника Маяковскому на Триумфальной площади. У нас все празднования начинаются в субботу в 12 часов. Достаточно времени, чтобы и выспаться, и собраться. Да, те москвичи, гости Москвы, кто не очень любит такие большие скопления людей, могут посмотреть это все по телевизору. Мы делаем прямую трансляцию с Первым каналом, и все, что будет происходить на Красной площади. Потом будет включение, конечно, с разных площадок, но не только Первого канала и других наших партнеров, и страны FM, мы тоже надеемся. Но Первый канал будет делать прямую трансляцию открытия Дня города с Красной площади ровно в 12 часов. Вся такая вот квинтэссенция праздника там состоится. Вообще тема этого юбилея – вклад Москвы и москвичей в развитие человеческой цивилизации в разных сферах. Вот что за 9 веков существования нашего города? Мы как город или отдельные наши соотечественники-сограждане внесли в развитие человечества. Кто-то что-то изобрел, придумал, написал, сочинил, спас и так далее. Мы стараемся всех вспомнить и поименно, и по тем проектам, которые человечество изобретает и использует до сих пор. Поэтому вот все площадки, они у нас вот эту логику исповедуют, логику показывают, что мы не только празднуем, что вот «Ура!» давайте спляшем и станцуем, но и еще раз подумаем, что и мы современные москвичи, что мы сейчас вносим в развитие человеческой цивилизации, а не только своего города или своей страны. Это такая очень мировоззренческая, понятная для москвичей категория, характеристика, потому что там всегда есть дело до того, как обстоят дела где-то далеко в другом полушарии, как где-то кого-то обижают или наоборот перестали обижать благодаря нам в разных точках мира. Эта тематика тоже будет представлена на Дне города. Я так поняла уже, что абсолютно люди разных интересов, увлечений могут найти себе действительно по душе празднование Дня города, какую-то площадку. Это же и спортивные мероприятия, и какие-то даже поэтические, то есть такие творческие, художественные. Мы всегда смотрим и рассчитываем программу, исходя из разных аудиторий. Москва – это крупнейший город в Европе, 20 миллионов человек – это такое дневное постоянное население нашего города. И да, сложно выбрать какую-то площадку или тематику, которую точно можно было сказать, что она всем подходит, и все прямо за нее. Но такого не бывает в современном мире. Поэтому, когда мы говорим, что какое-то произведение культуры кого-то оскорбляет или еще, или оно иногда большее количество людей на что-то вдохновляет или к чему-то подвигает. Поэтому мы что постарались сделать? Мы провели электронное голосование, и у нас порядка миллиона голосов было учтено, миллионов голосов москвичей, участников проекта «Активное граждан» было учтено при формировании программы. За что высказались москвичи? Ну, помимо традиционных концертов, которые, как я уже сказал, москвичи просят сделать не только в центре, но и у себя в районах, для того, чтобы можно не тратя много времени прийти и принять участие в атмосфере. Москвичи еще попросили, чтобы были экскурсии в эти дни. Такие квесты, они популярны, особенно среди молодежи, лица среднего возраста, работающих москвичей в возрасте 40. Владимир, давайте так, мы о чем еще просили вас, москвичи, узнаем чуточку позже, прорвемся совсем ненадолго. Владимир Филиппов у нас сегодня в гостях. Друзья, узнаем все подробности празднования Дня города Москвы. Оставайтесь с нами. Ну, если за романтику, так уж сложилось, исторически отвечает группа «Мумитроль», друзья, то за празднование Дня города Москвы, за празднование 870-летия отвечает Департамент культуры города Москвы. Можно же так сказать, да? У нас сегодня в гостях заместитель руководителя Департамента Владимир Филиппов. Он отвечает в хорошем смысле слова. Мы вот, уходя на клип, на песню, с Владимиром стали говорить о том, какие пожелания высказывали москвичи в течение года, в канун празднования 870-летия. Да, вот если возвращаться к этой теме, то помимо традиционных концертов, мастер-классов и детских анимационных программ, в этом году москвичи говорят, а сделайте экскурсии, квесты, они очень интересны, особенно людям в возрасте достаточно работоспособном, которые много труются в будни, и 40 плюс-минус сколько-то лет. И у нас в этом году подготовлено порядка 200 экскурсий по исторической Москве, по отдельным музейным адресам. Какое-то количество даже бесплатно, по-моему. Они все бесплатно. Все, что делает город, это совершенно бесплатно. Правда, в некоторых проектах необходимо пройти предварительную регистрацию на портале мост.ру, но это связано с тем, что помещения могут вместить какое-то лимитированное количество людей. И те же самые экскурсии, они должны тоже, мы понимаем, что вот группа будет там 20 человек в это время, 20 человек через полчаса и так далее. Поэтому вот 200 экскурсий подготовлено, 200 гидов тоже заряжено, причем их гиды не только сотрудники, не столько сотрудники, что в этом году мне приятно, наших учреждений, но еще и волонтеры. Люди, которые в обычной жизни вообще занимаются разными совершенно профессиями, от химиков до юристов, но они расскажут о своей Москве. Но у нас в этом году есть и звездные экскурсии, которые проводят и Тута Ларсен, и Александр Архангельский, и другие наши коллеги-партнеры. Это тоже такой вот плюс к тем традиционным программам, к которым мы в предыдущие годы привыкли. Что еще интересного, на мой взгляд? Значительная доля москвичей высказалась, что в программе концертной нужно больше внимания уделять классической музыке. Какие молодцы все-таки москвичи! Ну, это не снимает ответственности с нас, как с организаторов, чтобы это было интересно. Одно дело, когда ты просто исполняешь, пусть даже супер качественно и четко и профессионально, но важно еще и правильно все это уметь подать, для того, чтобы не только ценители классической музыки, но и люди разных возрастов, которые, в принципе, не слушают классическую музыку часто, поняли ее прелесть, поняли ее вкус и почувствовали удовольствие от своих мыслей, и от атмосферы внутри себя, когда ты слушаешь классическую музыку. Поэтому у нас большой блок в этом году посвящен классике, неоклассике, и у Храма Христа Спасителя на Волхонке у нас будут сцены, посвященные классической музыке. И большая программа, и 9-10 числа в нашем музее-заповеднике Кускова под открытым небом тоже посвящена классике. И в музее-заповеднике Царицыно будет история про неоклассику. В общем, эти пожелания мы учитываем, и доля классической музыки в репертуаре увеличивается, что мне, как человеку в этой сфере, давно много работающему и закончившему музыкальную школу, очень приятно, потому что вкусы москвичей, гостей города тоже меняются. Мы не забываем об эстраде, она тоже есть. Мы не забываем о молодых исполнителях. На Поклонной горе Московский продюсерский центр делает большую многочасовую программу из молодых исполнителей, которые, может быть, еще недостаточно раскручены и недостаточно узнаваемы, но от этого не менее профессиональны. И такие участники проекта «Уличный музыкант» тоже получают доступ на большую сцену. Но классика свое место под солнцем не только сохраняет, но еще и отвоевывает. Это такой важный показатель развития культуры города. И как бы это все-таки не казалось, но достаточно много людей любят классику и с удовольствием отправятся на эти мероприятия. Это не сомнение абсолютно. Да, потому что, как я всегда говорю, по доле классического репертуара всегда можно судить и о качестве элит в том или ином городе, и, в принципе, это индикатор развития культуры. Что еще важно в эти дни? Вот буквально у нас есть время? 30 секунд? 30 секунд? Давайте 30 секунд, а потом продолжим. Мы в эти дни открываем абсолютно для всех гостей наши московские музеи совершенно бесплатно. Поэтому для тех, кто не только хочет прийти на концерт или где-то, значит, порисовать с ребенком, а прийти в музей не только на новую выставку, но и на старую энергетически подзарядиться, мы абсолютно все двери открываем. Поэтому заходите во все наши московские музейные адреса, их 90, и наслаждайтесь нашими коллекциями. Вот это замечательно. Будет чем заняться, это даже не те слова. Это действительно можно расписать себе на два дня. Такую программу, которую потом еще долго-долго до следующего празднования будешь вспоминать. Мы вернемся обязательно и продолжим общение с Владимиром. Оставайтесь с нами. Телерадиоканал «Страна.ФМ» Резионов сегодня в гостях заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов. Мы говорим про празднование Дня города, грядущего праздника в столице, Большое 9-10 сентября. Есть ли цифры какая-то, точно 400 мероприятий? Сколько всего по городу? Это как считать, площадок одно количество, на одной площадке несколько мероприятий. Поэтому эта статистика интересна только специалистам и тем, кто организовывает нам, например, ну и контролирующим органам, которые проверят, все ли было. Поэтому для москвичей, чтобы не запутаться в цифрах, важно понимать, какого числа, на какой площадке что происходит. Как узнать подробно всю программу? Здесь я рекомендую заходить на портал mos.ru. У нас там есть проект юбилей Москвы. И там можно зарегистрироваться на экскурсии, выбрать площадку рядом с вами или в центре, посмотреть, где что будет. Например, если вы, ну, как и многие москвичи, не очень хотите на тот или иной концерт, а хотите просто внести вклад и показать свою солидарность с городом, кто-то в музей, как мы уже говорили, ходит, а кто-то, например, может прийти на Цветной бульвар. Мы там делаем, ну, во-первых, с вашим каналом особую программу. Десятого числа. Концерт большой, в 15.30 всем будет. Да, это я так напоминаю. Да. Тоже приходите. И там же у нас будет уже история, которая у нас длится третий год. Это фестиваль благотворительных фондов «Добрая Москва», когда мы вспоминаем и помогаем тем, кто не может выйти на улицу и тоже в эти дни с нами разделить праздник, но находится или дома, или в больницах, или где-то еще на лечении. И мы вместе с благотворительными фондами собираем деньги на то, чтобы помогать вот таким людям. Это тоже проявление московского характера, такая солидарность. У нас в субботу будет большой благотворительный забег на Цветном бульваре. У нас сотрудники участвуют, бегут. Там пробежать можно столько, сколько ты в себе найдешь сил, но это такой маршрут от Садового кольца до Бульварного. Вот по Цветному бульвару он так закольцовывается. Поэтому это тоже хорошая история, как со здоровьем, с активностью встретить День города. Конечно, главный вопрос, который очень-очень многих беспокоит, вопрос фейерверк. То, что все это любят, и маленькие, и большие. И что будет с погодой? Смогут ли москвичи насладиться красотами, которые подготовил департамент в виде фейерверка? У вас же есть, наверное, какая-то уже такая точная информация на это? Ну, точный прогноз, он всегда за трое суток, за 72 часа появляется. Но город готовится на случай плохой погоды к разгону облаков в субботу. И мы тут благодарны нашим коллегам из комплекса городского хозяйства, которые каждый раз, когда есть какие-то угрозы плохой погоды, всем москвичам дарят безоблачное небо, насколько это возможно. А прогноз погоды порядка 20 градусов. В субботу, в воскресенье будет еще теплее, выше 21 градуса. Поэтому я думаю, что одеваться, конечно, надо по погоде. Потому что я, как человек, родившийся и выросший в Приполярье, я считаю, что нет плохой погоды, есть плохо подобранная одежда. Да, это правда. Поэтому тут подход у нас вот такой. Но погода обещает быть хорошей, особенно на фоне прошедшего лета. Мы тут все привыкшие, не избалованные. И вот этой осенней недельки первой. В общем, она тоже на контрасте. Что касается салютов. Да, давайте мы об этом расскажем. Он будет в субботу. Чуть позже прям совсем ненадолго прервемся. Но делаем спойлер. В субботу салют. Будьте, будьте поблизости. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Друзья, и вот теперь мы наконец с вами узнаем всю правду о праздничном фейерверке в ближайшие грядущие праздничные дни, посвященные дню рождения столицы. Владимир Филиппов у нас в гостях по-прежнему. Ну, давайте, Владимир. Все, как есть, за чистоту. Вообще салют, он, наверное, является самым ожидаемым для всех праздников. Это апогей такое. Такое событие. Поэтому в этом году салют, во-первых, он точно... Во-вторых, надо знать, что он будет в субботу на 30 площадках. Площадки тоже, которые ближайшие к вашему дому, либо в том месте, где вы будете гулять с родственниками или друзьями, тоже можно там выбрать. На таких 30 будет площадок. Но что важно, салют в этом году будет в 21 час в субботу. Не в 10 вечера, а в 21.00. Поэтому он будет на час раньше, тоже важно учитывать. Мы постарались... Во-первых, в этом году у нас все наши партнеры, подрядчики, которые делают салюты и фейерверки, используем наши отечественные все достижения пиротехнического направления. Это будет впервые в этом году? Ну, как впервые? Нет, это уже много где было. Но вот в этом году у нас практически все сделано на территории России нашими специалистами, мастерами. Поэтому это будет наш салют. Поэтому давайте посмотрим. Он обещает быть еще более красивым в отдельных точках. Он у нас будет сопровождаться музыкальным обрамлением. То есть это будет еще и светофеерическое во всем смыслах этого слова. Но мы тоже понимаем, что сложно чем-то удивить наших горожан. Ну, особенно москвичей, конечно же. Жители гостей столицы. Готовились. Я сегодня даже готовюсь к эфиру. Нашел в одном паблике. Мне прислали воспоминания из дневника ветерана Великой Отечественной войны Степана Тимофеевича Ливандовича. Он был одним из участников штаба по организации Ленд-Лиза в годы Великой Отечественной войны. И вот он в 47-м году присутствовал на 800-летнем юбилее Москвы в 47-м году и описывает свои впечатления, что происходило 7 сентября 47-го года, как это все красиво. И вот он пишет, что изрядно устал, смотрел, наблюдал салют от Крымского моста, величественная картина, но к ней уже стали привыкать москвичи. Фиротехники сожжено много, эффект изумительный, но уже всем хорошо знакомый. Уже даже в 47-м году, когда отмечали 70 лет назад 800-летие, уже вот москвичи были к этому делу как-то так, не то что равнодушны, но удивить себя чем-то сложно, тем не менее мы постараемся, поэтому всех приглашаю в 9 вечера в субботу смотреть салют. Ну и трансляция, наверное, да, где-то на телеканалах тоже, возможно, будет? Трансляция будет, но она, конечно, не передает всей красоты, ощущения, вот вибрации воздуха, пепла, если где-то. Есть какие-то примерные цифры посещения? Сколько людей приходят на празднование? Мы рассчитываем, что у нас порядка 10 миллионов человек примет участие в праздновании на самых таких больших площадках и на Тверской улице, и на территории ВДНХ, и в Лужниках, где будет спортивный праздник, и, конечно же, на территории московских парков, и в округах, куда мы приходим. Конечно, на Цветном бульваре на Трубной площади. Центр города, это, конечно, самые такие посещаемые, ожидаемые площадки. 10 миллионов человек, и, конечно... И такое же количество примерно задействовано, наверное, в подготовке к празднику. Ну, в подготовке задействовано чуть меньше, но, правда, тут всегда это за кулисами остается. Ну, чтобы праздник состоялся, чтобы москвичи, гости нашего города, и телезрители у экранов или на интернет-каналах вы видели все вот это многообразие красок, смыслов, шоу и постановок. Работают тысячи людей, начиная от постановщиков, режиссеров, артистов, и заканчивая бригадами скорой помощи, службами жилищно-коммунального хозяйства, аварийными бригадами, тех, кто обеспечивает безопасность. Это ключевой вопрос у нас в подготовке дня города, потому что мы видим, что происходит в европейских столицах, и не хотим этого повторения в Москве. Поэтому это тысячи людей. Мы благодарны всем нашим партнерам, кто работает вместе с нами, абсолютно из всех департаментов города Москвы, федеральных структур и сфер бизнеса, потому что с каждым годом праздник организовывается не столько городскими властями, конечно, наш вклад, он там ключевой, но все больше и больше проходит мероприятий, посвященных Дню Города, в частных музеях, в даже каких-то клубах, в ресторанах. Тематика Дня Города, она уже вошла в ткань повседневной жизни, начало сентября всех москвичей. И даже музей моды теперь будет причастен тоже к празднованию Дня Города. Да, музей моды последние дни у нас в топах всех новостей. Во-первых, давайте расскажем, что там самый лучший директор в мире, который только мог быть, наверное, появился, это Оксана Федорова, хорошо всем очень известная, любимая многими. Для музея моды, да, но Оксана не просто мисс Вселенная, не только модель. Оксана доцентка кафедры гражданскоправых дисциплин университета. Она ведет большую исследовательскую работу и благотворительную работу. И самое главное, что она сейчас, ее команда даст музею моды новую жизнь. Эта структура теперь не просто про хранение экспонатов и какая мода была в прежние века, а это еще и такой культурный центр. Одно окно, если вы хотите, для всех, кто хочет делать москвичей красивыми, как я вчера написал, не только душой, но еще и внешне. Это все, что связано с продвижениями московских дизайнеров, московского стиля, тех, кто шьет моду, модно-модно-модные вещи, тех, кто ее показывает, тех, кто об этом пишет. Поэтому музей моды на один город, в парке Музеон, совместно с Национальной палатой моды, делает свое представление, свое шоу, свои показы. Поэтому в Музеон приходите 9 числа. Мы тоже всех приглашаем показывать, что такое Москва в модном мире в начале 20 века, в середине, сейчас, какие у нас есть перспективы. Этому будет тоже интересно. Друзья, в общем, что надо сказать? Наверное, пользуясь случаем сказать большое спасибо всему департаменту культуры города Москвы, потому что, ну, спасибо и вам, Владимир, конечно, за арт-рассказку, что понятно. Всем нашим коллегам из всех департаментов, что все этим занимаются. Ну, от вас. Голова же, голова сначала идет, а потом, понятно, вы раздаете задание, бросаете клич, все остальные уже отзываются. И, спасибо, уже понятно, что в этом году, конечно, будет очень много нового, очень много интересного. И с каждым годом празднование становится все ярче, красочнее, интереснее, многообразнее. В общем, нам с вами, друзья, остается только отправляться и радоваться, и получать удовольствие от празднований 9 и 10, но 10 на Цветном бульваре на Трубной площади в 15.30. Мы с вами обязательно увидимся. Владимир, спасибо огромное. Спасибо. Ждем вас еще раз, обязательно, уже, наверное, после праздника, потому что у вас занятий и заданий очень-очень много, и планов тоже, наверняка, громадьон. Поэтому всегда вам рады, делите, пожалуйста, с нами. Приходите и поздравляйте друг друга с Днем Города, потому что это наш общий праздник. С наступающим праздником поздравляем Москву и всех гостей столицы. Владимир Филиппов сегодня у нас был в гостях. Искренне благодарим еще раз заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы. До новых встреч.